Является, ну, головной болью всех мужчин, и как бы они там не пыхтели, погрузилась в облако счастья, но из-за этого запутали вообще всех. Всем привет, меня зовут Ольга Грасс, и тема у нас сегодня такая. Я пока ехала и читала вопросы. Я очень хочу ответить на все ваши вопросы. Простите, пожалуйста, что я не отвечаю, у меня просто тупо нет времени. Я берусь, и вопросов очень много, вопросы очень интересные. И вот такие маленькие ответы зачастую, но это не ответы. Хочется более обширно, более объемно, более внятно, понятно рассказать и подсказать. И очень хочется помочь. Извините, пожалуйста, за мои такие долгие ответы. Так, в общем, сегодня, сейчас, пока я ехала к вам, поступил такой вопрос. Мне он безумно понравился. Мне очень хочется на него ответить. А звучал он так. Какой аромат хотят все женщины? Какой аромат является самой сильной хотелкой у женщин? И причем его задал мужчина. И, ну, там вопрос был большого, достаточно объемный. Но суть в том, что, что подарить в моей привередии? Что подарить, что хотят все женщины? Знаешь такой аромат, Оль? Конечно же, я его знаю. Конечно же, он существует. Конечно же, есть и в нем и коварство, и огромные плюсы, но он есть. Это парфюм компании Killian, который называется Good Girl, Go Bad. Переводится он как «хорошая девочка становится плохой». Ну, давайте попробуем сейчас с этим разобраться. Что это за такая хорошая девочка, которая вечно хочет стать плохой? Почему ее все так женщины хотят? Почему она на самом деле за последние 10 лет является самым желанным ароматом у женщин? Потому что, может быть, зачастую это недосягаемый момент, потому что варьируется примерно от 400 баксов его цена, но и есть другие пешки. Давайте попробуем сейчас с этим разобраться. Поехали! Как я и сказала, конечно же, самой главной проблемой в данном аромате является его стоимость. Стоимость 400 баксов и выше. В зависимости, какой именно аромат этой девочки. Первый момент заключается в том, что аромат за последние, ну, не берем 10, пусть 8 лет. Потому что в коллекции моей, ну, не меньше 8 лет он точно. И хорошая девочка становится плохой в компании Killian. Она, собственно, прославила весь дом. Без хорошей девочки становится плохой. Не было бы всего вообще этого бренда, потому что они выпустили такую мощь, такой красивый, крутой аромат, который на сегодняшний день даже, ему 8 лет около того, является топчиком, является самым востребованным парфюмом, является, ну, головной болью всех мужчин, потому что клянчат его, выклянчивают, покупают себе сами, копят на него женщины. И, ну, разные категории женщин, которые приобретают себе это всё по-разному. Ну, то, что это самый востребованный аромат за последние годы, да, это так. Это самая просящая версия парфюма. Это та ситуация, когда вы спрашиваете, ой, ну, а чем от вас так здорово пахнет? Она говорит, ой, нет, нет, секрет, секрет, не расскажу. Ну, я вам расскажу сейчас, чем это так здорово пахнет. Каждая женщина, там, всевозможные наши все инстадивы, там, разные звёзды, начиная от самой большой величины, заканчивая, там, ну, которые к этому стремятся, Киллианом, хорошей девочкой пользуются все. Без исключения. Если начинать перечислять, этого мы не будем делать, ну, в целях просто, как бы, уважения к людям, но Киллианом, хорошей девочкой пользуются все. Сегодня каждая женщина, тем более, если она ещё, там, очень молодая, ценности немножко пока попутаны, скажем так, каждая хочет сфотографироваться вот с такой коробкой. Каждая хочет выложить в Инстаграме, показать, смотрите, у меня есть вот такая штука, это круто, это красиво, но это и речь идёт и не о молодых женщинах, и о взрослых, и так далее. Почему? Потому что аромат действительно очень красивый. Аромат действительно очень сексуальный, обаятельный, и сейчас я вам о нём немножечко расскажу. У меня классическая версия, вот они выходили в белых коробках, коробки заменили, сейчас об этом тоже немножко пойдёт речь. Классическая версия была вот в таких белых коробках, вот такой был футляр, вот такой вот, и вот так это всё выглядит. Выглядит на самом деле знатно, красиво. Многие модницы вынимают это всё вот это, и с этим клатчем посещают всякие разные мероприятия и заведения, ну, что, в принципе, тоже не возбраняется, если вам нравится, ну, пожалуйста, идите, это на самом деле клатч. Клатч для телефона и кредитной карты. Это классическая версия, хорошей девочке становится плохой. Она выпускается сейчас в чёрных, потом была вот такая коробка заменили, потом выпустили чёрную. Создатели всячески меняют сейчас дизайн коробки, дабы исключить подделки. Но из-за этого запутали вообще всех, потому что люди не знают, а у меня вот в чёрном клатч, а у меня вот в белом. И это потому, что идёт перевыпуске формата. Зачем они это делают? Я вообще не знаю, честно говоря. Это как-то нелепо, глупо. И, ну, это... Вот это вот была классика. Была самая красивая версия их. Зачем вот это вот всё лепить? Ну, им виднее, но они это делают. Имейте в виду. Ну, в общем, коробка может быть чёрной, вот такой чёрной коробкой может быть, может быть вот такой, и это всё Киллиан просто разного года выпуска. Классическая версия его выглядит вот так. Это самый легендарный, самый лучший, самый востребованный аромат. Поверьте моему опыту, потому что не любят его только те женщины, на которых он не раскрылся. А почему он может не раскрыться? Потому что здесь, как у большинства селективных, таких дорогих парфюмов, в середину укомплектован феромон. И вот этот феромон, о котором я вам твержу уже неоднократно, чтобы вы понимали, его нет в составе. Сейчас мы о составе немножко поговорим. Его нет в составе, но он здесь есть. И, как и у всех, колоссальная проблема. Наносите, ждёте. Если запахнет красиво, то он будет пахнуть красиво. Это ещё один вопрос, кстати, очень интересный. А если вот я нанесла, и он запах красиво, а для других он кошачьим лотком не будет пахнуть? Нет, не будет. Если аромат вы раскрыли в своей комбинации, вот этот феромон раскрылся красиво, то он и для всех красиво. Если он раскрылся лотком, то он и для всех лотком, понимаете? Но без затеста его покупать нельзя. Это 50 на 50. Ну, вот колоссальное утверждение моё. Приблизительно, если провести такую статистику, грань, это 50 на 50. Наполовине раскроется, наполовине не раскроется совершенно. Но вот на ком раскроется, могу сказать, что он, может, уже надоел. Он, может быть, уже не такой востребованный, как был. Он прославил весь дом Килин. Они выпустили этот аромат. И, как и все бренды, которые выпустят какую-то легенду, и начинается о фреш, экстрим, ла-ла-ла-ла-ла-ла. И вот это у каждого дома присутствует, когда они создадут какую-то мощную такую штуку. И потом начинается вот это вот... Какие-то добавления слов к одному общему. Конечно же, с этим ароматом произошло точно так же. Так вот можно смотреть и, наверное, отсортировать все самые топовые ароматы. Самым-самым выклянчиваемым ароматом у своих мужчин, женщинами, ну, соответственно, конечно, кто может подобное себе позволить, это самая сильная хотелка. И на сегодняшний день, ну, никто его еще пока не победил. Ну, Бакара 540-я, это Мейсон и Куржан, которая, ну, еще может быть одна из потяга... Ну, которая немножко потягается, но все равно нет. Потому что Килин, хорошая девочка, это исключительно женский парфюм. И он непосредственно очень женственный. Очень красивый именно по раскрытию. А что с раскрытием? Османтус, тубероза, жасмин, майская роза. Большую комбинацию цветов подгрузили феромоном и в конечную ноту добавили белый кедр и мускус, чтобы это все комбинацию освежить. То есть большое количество цветов и их в заявке, ну, то есть их больше, чем заявлено автором, это все спрятано и правильно они делают, то, что они не афишируют. Потом феромон, потому что он там 100% присутствует. Это я вас уверяю, потому что он на ком-то раскрывается, на ком-то нет. За это все отвечает исключительно феромон. Феромон животный, феромон запрещенный. Это используется специально, дабы притянуть хотение. Ну, как бы такая фишка, которая плюс-минус хорошей является история или нет, это еще спорный вопрос. Но это вот замануха, которая, вы сами не понимаете, почему к нему так тянет. А тянет к нему именно по этому. Потому что вот эту штуку они замешивают, они не говорят, но здесь она есть. Белый кедр с мускусом – это тоже самая топовая комбинация. Это тоже самый лучший союз, когда белый кедр и мускус. Это, наверное, в самых продаваемых брендах, это вот этот замес, он везде присутствует. Это легенда, это фаворит. И отвечаю на ваш вопрос, что подарить моею, которая все есть, она очень прихотливая. Особо дарите девочку. Единственный момент, вот коварство, что вдруг она не раскроется. А так вы произведете впечатление 100%. Это женщины, которые молчат, не говорят о нем, но хотят его все. Ну, по большей степени, кто модничает, кто стремится быть, который стремится быть на стиле, ну, в общем, по моде. Все хотят этот аромат, мужчины, услышите, вот этот аромат хотят все женщины. Дальше, что хочется сказать об этом аромате. Хорошая девочка вышла, потом вышла хорошая девочка экстрим, такая вот версия. И хорошая девочка становится плохой, также о фреш. Плохонные вот так выглядят. Ну, здесь какая задумка автора? Чтобы вы круглогодично, плотненько сидели на хорошей девочке, становится плохой Киллиан. Почему? Потому что ароматы практически не отличаются друг от друга. Отличаются только насыщенностью, глубиной именно звучания. Если классика это классика, то экстрим это аромат более насыщенный, с точно такой же компоновкой. Его бы здорово носить только зимой. И о фреш, более облегченная версия, которая подойдет исключительно на лето. Ну, то есть вас подвязывают на то, чтобы вы его круглогодично носили, чтобы плотненько сидели только на этом парфюме. Да, если есть возможность, если есть, позволяют финансы. Да, на таком парфюме сидеть не стыдно. Да, это замашка, да, это такой уже запрос своего рода. И нужно ему соответствовать. Но аромат вытянет любой образ. Вытянет ваше платье, какие-то костюмы. И он именно является женским. Женственным, нежным и красивым, если раскроется, опять же. Если не раскроется, не беритесь, просто его отметайте. У Киллиана еще масса красивых ароматов есть. Просто если не зашло, то и не пробуйте. Это бесполезно. Но если зашло, будете на вечеринке на любой, на любом мероприятии, будете королевой. Это королевский парфюм на самом деле. И, опять же, я обладаю огромным количеством флаконов, огромным количеством ароматов. Но переплюнуть Киллиана, хорошую девочку, ну, смогли единицы. All Fresh, Extreme и Classic. Если не было никогда этого аромата, опять же, коробки, не обращайте внимания, они разные. Они меняются в зависимости от года выпуска, они разные. Вот если не было у вас хорошей девочки, становится плохой никогда, конечно же, лучше брать классику. Классическая их версия, первая, она самая лучшая. И как бы они там не пыхтели, не создавали что-то там, мудрили и хотели там переплюнуть сами себя, не получается нифига у них этого сделать. Это самый лучший их аромат. Как и... Нет, ну, то есть в коллекции дальше были и есть сейчас тоже выпуски, тоже, но прославился дом. Опять же, повторюсь, исключительно на хорошей девочке становится плохой. Самый-самый-самый, который сейчас выпускается в тревел-версиях, он в дорожном футляре. Есть миниатюры, которые, опять же, являются очень хорошей альтернативой, кто не может себе подобное позволить. Есть 7,5 мл, можно приобрести 7,5 мл и использовать исключительно на выходы. Чем старше женщина, тем выходов меньше, и поэтому получается, что этого флакона 7,5 хватает на несколько лет. Поэтому я советую, попробуйте его однозначно. Он вызывает двоякое мнение, конечно же. Я не буду сейчас сидеть в его там с умным видом, перечитывать вот этот вот детский сад, который я там погрузилась в облако счастья. Конечно же, например, для меня уже облако счастья оно другое, но вот это на самом деле, ну, можно назвать облаком счастья. Притяжение, уважение – это не вульгарно, а именно вот женственно и красиво, что немаловажно. Вот мой ответ на сегодняшний именно ответ от ГРАС, что является самым просящим, хотящим ароматом у женщин. Этот аромат хотели, хотят и будут хотеть. Несмотря на время, несмотря на возраст, несмотря на его цену. Если хотите порадовать свою любимую, если хотите ее удивить, и все о нем знают, все его хотят, коварство феромонис, содержавшимся в середине, который может открыться плохо, первое. И второе, конечно же, его цена. Все остальное в нем чудесно, начиная от дизайна, заканчивая содержимым, ну, классный. Аромат действительно достойный. Выбирайте классику. Если хочется себя, конечно, еще больше радовать, экстрим для зимы, о фреш для лета. Асманту, стубероза, нарцисс, майская роза, то есть жасмин. Вот этот огромный, красивый букет цветов, потом подкрепляется он феромоном. И белый кедр и мускус, чтобы вот эту всю комбинацию, вот эту грамотную комбинацию освежить. И да, это круто. Это придумано замечательно. Никто, как бы они сейчас не пробовали создать копии и похожие ароматы на него, нет. Их нет. И есть что-то приближенное, но это все равно не то. Вот она, легенда. И подходит она половину женщин. Ну, в этом поверьте очень много. Ну, в общем, как-то так. Я надеюсь, вам было интересно. И чем смогла, тем помогла. С вами была Ольга Грасс. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова